Вы знаете, математику можно чувствовать. Но прежде чем объяснить эту мысль, я покажу один пример. Представьте одно такое движение или танцевальный элемент. Я сначала покажу его просто. Раз, два. Раз, два. Допустим, я хочу вам объяснить это движение. Как я могу его объяснить? Я могу вам объяснить так. Сначала правая ладошка вверх, вперед. Затем левая ладошка вперед. Правая, левая. А вторая ладошка наоборот. Когда я хочу вам объяснить движение, я могу объяснить так. Неким набором правил. И, в принципе, вы можете его понять и повторить. Но, может быть, это будет несколько сложновато, но возможно. Будет, может быть, некоторая путаница. Где правая, где левая, где я должен поменять. Это восприятие движения на уровне, знаете, правила. Правая вверх, такой некий алгоритм. Правая вперед, левая вперед. Правая, левая. Это же самое движение для человека гораздо легче воспринимается, если он сможет его почувствовать. Что я имею в виду? Смотрите. Если представить комету, у которой есть такое ядро и хвост. За ним тянется хвост. Вот если представить, рука, это как маленькая комета. Вот здесь ядро находится, вот здесь. А вот здесь ее хвост. И хвост тянется за ядром. Вот что получается. Комета летит, летит, летит. И хвост за ней тянется. Потом раз, ядро там поворачивается. И дальше летит. Но хвост также тянется. Просто ядро вперед. А хвост за ним тянется. И вот такое восприятие уже такое более чувственное получается. То есть не на уровне правил, а алгоритма я воспринимаю движение. На уровне, как бы я чувствую его. Таким образом я могу легче почувствовать движение. Танцы гораздо легче воспринимаются и получаются, если движение действительно чувствовать, а не просто запоминать последовательность действий. Когда более движение, более гармоничное происходит, более плавное, более красивое. И я понял, что математику тоже можно чувствовать. Математику можно воспринимать как некие наборы правил, алгоритмов, которые я буду делать, чтобы решить пример. Но ее можно и почувствовать. Это сложнее. С одной стороны, это сложнее, тем более, если вы не математик, и у вас эти чувства внутри не заложены. Они есть только на каком-то очень небольшом уровне. Но я думаю, что можно попытаться какие-то вещи действительно прочувствовать. Прочувствовать, как решается уравнение. Когда мы переносим неизвестный, допустим, в левую часть, и у них меняются знаки. Так, раз, знак поменялся. А известный, допустим, в правую часть, мы переносим через знак равно, и тоже знаки меняются.